Добрый день, дорогие шестиклассники! Мы продолжаем с вами изучать особенности жизнедеятельности живых организмов. Растения это полезно, красиво, вкусно, наконец, поэтому мы с вами сохраняем растения в естественных условиях, в лесах, на лугах, в степях и выращиваем их где только возможно, в полях, в садах и парках, возле дорог, на огородах, даже в квартирах. Все растения индивидуальны и действительно для каждых целей мы выращиваем разные растения. Для еды одни, для души другие, для пользы третьи. Все растения обладают особенностями, индивидуальными особенностями и это мы должны с вами учитывать. Поэтому давайте мы с вами рассмотрим индивидуальное развитие растений для получения конечно же желаемого от растений результата. Я обращаю ваше внимание на параграф 50 вашего учебника сухоруковой и сразу же первое, на что мы обращаем внимание, что определение индивидуального развития дано в начале параграфа. Это последовательные возрастные изменения организма. Я перенесла это на слайд, так чтобы нам было всем удобно. Итак, индивидуальное развитие это последовательные возрастные изменения. Индивидуальное развитие растений можно разделить на периоды. Зародышевый период, период юности или молодости, период зрелости и период старости. Каждый период характеризуется своими особенностями. Зародышевый период нами был рассмотрен на предыдущем уроке. Это и есть формирование самого зародыша, который входит в состав семени и окружается плодовыми оболочками. В состоянии зародышевого периода растение может находиться достаточно долго, если будут сопределены определенные условия. О них мы поговорим чуть позже. Период юности или молодости характеризуется наличием проростка, который преобразуется в молодое растение. Период зрелости характеризуется наличием цветков и плодов у растения. В период старости растение прекращает цвести и плодоносить и потихонечку умирает. Для того, чтобы вывести растение из зародышевого периода, необходимо соблюдать определенные условия. Итак, условия прорастания семян. Наверняка в начальной школе в курсе «Окружающий мир» вы пробовали прорастить некоторые семена. Но давайте я вам напомню. Итак, для прорастания семян необходимо вода, воздух, тепло. Поговорим с вами о том, нужен ли свет. Глубина заделки семян играет роль и наличие здорового зародыша. Я вам сейчас предлагаю фотографии, которые сделали ребята, проведя определенные эксперименты, что можете повторить и вы для доказательства необходимости того или иного условия. Первая фотография показывает нам, что семена были погружены в разные условия. Большое количество воды, отсутствие воды и среднее количество воды. И мы видим, что семя проросло там, где вода присутствует, но ее не очень много. Это говорит о том, что растению в большом количестве воды не хватает воздуха и самое главное кислорода, содержащегося в этом воздухе. Дальше, следующая фотография говорит нам о том, что ребята пробовали проращивать семена в условиях разных температур. Вывод, к которому они пришли, для прорастания семян нужна положительная температура. В этой таблице представлен определенный температурный режим для разных растений. Нужен ли свет для прорастания семян? Давайте посмотрим на результаты этого опыта. Мы видим дружные всходы в обоих экспериментах. Это говорит о том, что свет для прорастания семян значения не имеет, и нам это нужно учитывать. А вот глубина заделки семян, то есть на какую глубину мы погружаем семя для того, чтобы оно проросло. Это нужно обязательно учитывать. Посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Если мелкое семя посадить в почву достаточно глубоко, то всходы будут очень тонкие и нежизнеспособные. Поэтому глубина заделки семян играет большое значение. Чем мельче семя, тем выше поверхности почвы его нужно погружать. Здоровый зародыш – это говорит о правильности хранения семян. Поэтому мы должны соблюдать и условия хранения. Хочу обратить ваше внимание вот на эту информацию. На острове Шпицберген находится всемирное хранилище семян, где находится коллекция семян всех растений нашей планеты на случай какой-то катастрофической ситуации для того, чтобы видовой состав был сохранен. Все, каждое государство имеет там определенное хранилище. У нас с вами в домашних условиях такой возможности нет. Поэтому мы должны при хранении семян учитывать вот эти факторы. То есть хранить семена в отсутствии влаги при умеренной температуре и умеренном проветривании. Тогда наши семена, которые мы хотим в последующем посадить, будут храниться достаточно долго. Различают несколько способов прорастания семян. Надземный – на примере фасоли мы рассматриваем, и подземный – рассматриваем на примере гороха. При надземном способе прорастания семян семя доли крупные выносятся на поверхность почвы, а потом отпадают. При подземном прорастании семян семя доли остаются в почве, и на поверхность появляется только почечка, которая в конечном итоге дает стебель и листья. Но обратите внимание, что при прорастании как надземным, так и подземным первым появляется именно зародышевый корешок. Из него формируется стержневая корневая система. Напомню вам, что индивидуальное развитие растений, который мы с вами сейчас изучаем, состоит из последовательных этапов. И вот в зависимости от того, как быстро растения проходят все эти этапы, растения можно классифицировать как однолетние, двулетние и многолетние. Примеры растений, которые относятся к каждой группе, вы сможете сделать, найти эти примеры и записать это в тетрадь с помощью учебника. Вот в этой части параграфа. Давайте мы попробуем проверить наши знания. Первый вопрос. Как называется период индивидуального развития растения с момента прорастания семени до цветения? Это молодость, зрелость, старость или зародышевый период? Следующий вопрос. Жизнь цветкового растения начинается с образования? Пыльцы, цветка, зиготы, а может споры? Третий вопрос. Прорастание семян начинается с набухания, так как они поглощают кислород, всасывают воду, выделяют углекислый газ или образуют гаметы? Четвертый вопрос. Зародыш фасоли, питательные вещества, получает из запасающей ткани, которая находится в семенной кожуре, в семидолях, эндосперме или корешке? И пятый вопрос. Для прорастания семени фасоли необходимы условия. Из шести предложенных вам нужно выбрать три правильных. Это вода, или сухая почва, или воздух, или солнечный свет, сильный ветер, а может быть определенная температура почвы. Я надеюсь, вы справились с этим тестом. Можете себя проверить. Итак, сегодня на уроке мы изучили особенности индивидуального развития растений. Мы определили условия, необходимые для прорастания, и способы прорастания семян. И узнали, что растения бывают одно-, дву- и многолетние. В качестве домашнего задания я предлагаю вам внимательно изучить параграф 49-й и для настойчивых и любознательных провести исследование, которое предложено в этом параграфе. Всего доброго! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим разговор о монголах. И темой нашего урока будут новые завоевания монгольского государства, во главе которых встанет внук хана Чингисхана Батый. Как всегда, мы начинаем наш урок с домашнего задания. Снова нашим помощником, главным помощником является наш учебник, параграф 16. Вы читаете внимательно, изучаете главные понятия, а также по ходу дополняете ту хронологическую таблицу, которую вы уже составляли к предыдущему уроку. Естественно, говоря о завоеваниях, вы понимаете, что главным историческим источником является историческая карта. Пожалуйста, поработайте с ней в ходе подготовки домашнего задания. Хан Батый – это внук Чингисхана. Я напоминаю вам, что в 1227 году Чингисхан оставил завещание своим внукам, в котором говорил, что нужно завоевать весь мир вплоть до Франкского моря. Естественно, его поддержали и другие правители. Еще одним правителем был сын Чингисхана Угидей, который в 1235 году сказал, что нужно начинать новый поход. И в 1236 году Батый отправляется на запад. Батыево нашествие на Русь. Вот главная цель Батыя, которая была, к сожалению, для нас ним достигнута. Посмотрите внимательно на слайд. Сегодня, работая с новым материалом, каждый из вас должен ответить на вопрос, должен понять, каковы причины поражения Руси в борьбе с монголами. Почему были именно такие итоги у завоеваний Батыя и могли ли быть они другими. В 1236 году Батый отправляется на запад. Первым государством, которое он покорил, это была Волжская Булгария. В дальнейшем он продвигается на Половцев, и Половцы тоже сдаются Батыю. И вот наступил черед Рязани. Рязанское княжество первым встретило многочисленное, хорошо вооруженное, готовое к новым походам войско Батыя. Шесть дней сопротивлялась Рязань. Рязанский князь неоднократно обращался к князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, однако тот призыв о помощи оставил без ответа. И естественно, мы с вами понимаем, что Рязань оказалась в очень сложной ситуации. Посмотрите, пожалуйста, лишь часть рязанцев отступила к реке Оке. Большая часть рязанцев погибает. Одним из исторических деятелей и важных героев этих событий был Евпатий Калаврат, который увидел разоренный город, собрал войско и бросился в погоню за войсками монголов. К сожалению, он проиграл, но его подвиг остался в веках. И если вы хотите подробнее узнать о том, что же происходило в этот период в Рязани, прочитайте, пожалуйста, повесть о разорении Рязани Батыем. Там вы увидите те героические моменты, которые связаны были с обороной Рязани. А войска Батыя продолжали поход по Руси дальше. Они покорили Коломну, они захватили Москву, осадили Владимир. И Юрий Всеволодович в очередной раз оказался неудел. Он уходит на север для того, чтобы собрать войско для новой битвы с Батыем, оставив свой город один на один с врагом. Обороной руководил Петр Ослядюкович. К сожалению, Владимир тоже пал. И мы с вами понимаем, что жители Владимира до конца сопротивлялись и не хотели сдавать свой город последним местом, последним прибежищем, последним спасением их оказался Успенский собор. Но, к сожалению, все защитники были перебиты. Особой жестокостью отличались военачальники хана Батыя. 4 марта 1238 года Юрий Всеволодович столкнулся с монголами в битве на реке Сить. Эта битва была проиграна. Сам Юрий Всеволодович погибает. Что же дальше? А дальше монголы идут на восток. Они покоряют торжок, где находились по преданию запасы продовольствия, провиант, который необходим был войску Батыя. И, естественно, они надеются на то, что дойдут до Новгорода. Но сейчас стоит очень большой вопрос, почему же Батыя возвращается обратно? Некоторые ученые говорят о том, что начинаются распри. Другие ученые говорят, что у войска не было больше сил продолжать поход. Мы с вами идем вместе с Батыем. 7 недель сопротивлялся Козельск. Представьте себе, никто в такой срок не оказывал сопротивление монголам. Поэтому монголы, войдя в город, уничтожив всех, назвали его злым городом. И по-другому Батый запретил именовать этот город. Естественно, первый поход, который мы с вами рассматривали, завершается. Немного позже Батый поправил силы, набрал новые войска, укрепил войско. И новый поход Батыя направлен был на юго-западную Русь. В 1239 году были захвачены Черниговское и Переяславское княжества. И осенью 1239 года монголы приходят к Киеву. Более трех месяцев оказывали киевляне сопротивление захватчикам. Они сооружали новые оборонительные линии. Последняя линия была сооружена у Десятинной крепости. Напоминаю вам, ребята, что эта крепость была первой каменной крепостью на Руси. И построил ее еще Владимир Красносолнышко. Все последние защитники во главе с воеводой Дмитром оказались именно в этой церкви. Церковь под тяжестью рухнула. Когда воевода Дмитр вышел вместе с оставшимися в живых защитниками, Батый предложил ему служить у него и даже не казнил его за его мужество и героизм, который проявил он и защитники Киева при обороне. Но Дмитр, он настоящий патриот, он не согласился служить Батыю. Дальше войска Батыя из Галецко-Волынского княжества направляются в Европу. И посмотрите, пожалуйста, страны очень быстро покоряются. Среди них была и Польша, и Венгрия, и Чехия, и Хорватия. И в 1242 году Батый возвращает свои войска обратно. Дошли они до Адриатического моря. Каковы же последствия монгольского нашествия? Мы снова говорим о том, что очень много горя принесли монголы Руси. Это и разрушенные города, жизнь которых больше не возвратилась. Это и унесенные жизни, и забытые ремесла. Все это очень страшным пятном, темным пятном легло на исторический период Руси. И снова я обращаю вас к нашим вопросам. Ребята, готовя домашнее задание, подумайте, пожалуйста, почему же так произошло. Вспомните, пожалуйста, как жили русские княжества, насколько были дружны князья. Я верю в вас, у вас все получится. Читайте параграф 16 в нашем учебнике, изучайте карту, и вы узнаете, кто же такие герои нашей Руси, кто такой Батый, и почему он сумел завоевать наши земли. Здравствуйте, уважаемые шестиклассники. Сегодня мы с вами продолжим изучать курс математика 6 класс. Тема сегодняшнего урока – решение уравнений. Давайте вспомним, что мы изучили на прошлом уроке. Теоретический материал. Уравнение, как мы знаем, это равенство, которое содержит неизвестную. Решить уравнение означает найти его корни или доказать, что таких корней нет. А корнем уравнения называется значение неизвестное, при котором это уравнение обращается в верное числовое равенство. На прошлом уроке мы с вами познакомились с одним из основных свойств уравнения, а именно, если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, при этом обязательно поменять знак у него на противоположное, то мы получим уравнение, имеющее те же корни, что исходное уравнение. Давайте вспомним, как мы это делали на прошлом уроке. Надо решить уравнение 5х-3 равняется 2х плюс 6. Мы перенесем с вами слагаемое 2х из правой части в левую часть, поменяв знак, а слагаемое минус 3, перенесем из левой части в правую часть. Тогда, приведя подобные слага, мы получаем в левой части 3х, в правой части получаем значение 9. Находя неизвестный второй множитель, мы с вами получаем, что х должно равняться 9 разделить на 3, и х равняется 3. Еще раз обращаю ваше внимание на это свойство. Мы очень часто будем его применять при решении уравнений. На прошлом уроке мы также рассмотрели еще тип уравнения, где у нас пришлось сначала упростить его и вывели алгоритм, что прежде чем решать уравнение, мы упрощаем его. В данном примере показано, что мы должны раскрыть скобки, применив распределительное свойство. И только затем применяем наше свойство о переносе слагаемое из одной части в другую. Еще раз обращаю ваше внимание, что при этом свойстве мы у слагаемых при переносе из одной части в другой должны поменять знак на противоположное. Смотрите, из правой части у нас была слагаемая 8х, мы переносим в левую часть, становится знак минус 8х. А слагаемое минус 12 из левой части мы перенесли в правую со знаком плюс, и слагаемое минус 6 из левой части перенесли в правую тоже со знаком плюс. Приведя подобные слагаемые в левой и правой части, мы получаем уравнение минус 4х равно 16. Значит, чтобы найти х, надо 16 разделить на минус 4, и корнем уравнения является число минус 4. Еще раз давайте подведем итог нашего прошлого урока, исполним алгоритм, который мы с вами изучили. Вначале всегда мы упрощаем уравнение, раскрываем скобки, вторым шагом мы переносим слагаемым, третьим мы приводим подобные слагаемые, и четвертым находим неизвестный множитель. Также нам знакомы и такой тип уравнения, который мы с вами решали. Решить уравнение номер 1153 первое. Это уравнение не будет у нас вызывать затруднения, если мы посмотрим, что, вспомним, что равенство двух отношений – это пропорция, и будем использовать основное свойство пропорции. Именно произведение крайних членов пропорции должно равняться произведению средней. Как это применяется при решении уравнения? 3 умноженное на х плюс 0,4 должно равняться 8 умноженное на 0,7 минус х. Снова смотрите, получили уравнение с предыдущих уроков. Упрощаем его, раскрывая скобки, применяя распределительный закон. Переносим слагаемые. Минус 8х из правой части перенесли в левую со знаком плюс, а слагаемые 1,2 из левой части перенесли в правую со знаком минус. Придели подобные слагаемые, получили 11х должно равняться 4,4. Находим значение х. 4,4 делим на 11, получаем х равняется 0,4. Значит, ответом является число 0,4. Посмотрите на второе уравнение. Оно аналогично первому и решается таким же образом. Это применяем основное свойство пропорций. Произведение крайних членов должно равняться произведению средних членов. Получаем выражение 5 умноженное на 2х плюс 3,1 должно равняться 6 умноженное на 5х плюс 6. Раскрываем скобки, то есть упрощаем под нашим алгоритмом. Получаем выражение 10х плюс 16 должно равняться 30х плюс 36. Переносим слагаемые согласно нашему утверждению. Получается 10х минус 30х должно равняться 36 минус 16. Считаем подобные слагаемые в левой части и в правой части. Получаем выражение минус 20х равно 20. находим неизвестный множитель 20 делим на минус 20. Х равно минус 1. Мы можем убедиться, что мы решили правильное уравнение, выполнив проверку. В левой части нам известна величина 5 шестых. Чтобы проверить равенство, чтобы мы действительно нашли корень уравнения, что получим верное числовое равенство, в правую часть вместо х подставим уст на минус 1. Получим в числителе 5 умноженное на минус 1 плюс 6, значение 1. В знаменателе 2 умноженное на минус 1 плюс 3,2 значение 1,2. 1 поделим на 1,2. Можно представить в виде обыкновенной дроби, это 10,12. Это дробь сократимая. Сокращаем, получаем 5 шестых. Значит, 5 шестых у нас действительно равняется 5 шестых. Значит, мы с вами правильно выполнили это уравнение и нашли корень этого уравнения. Посмотрите внимательно на следующий номер. Это номер 1155. Оно и похоже условия уравнения, и отличается от предыдущего. Если сравнить первое со вторым, которое мы с вами только что разобрали, то если второе уравнение представляет собой пропорцию, то первое нет, потому что в левой части стоит у нас разность дробей. Как же решать такого вида уравнения? Чтобы решить такого вида уравнения, мне понадобится следующее свойство. Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получим уравнение, имеющее те же корни, что исходное. Еще раз хочется обратить внимание на условия, что число, на которое вы будете умножать, должно быть обязательно отличное от нуля, но и понятно, что делить на ноль мы не имеем права, поэтому при делении на ноль мы тоже это не рассматриваем. Как решить данного вида уравнения? Посмотрите внимательно. x делить на 12 минус x делить на 8 равняется 7 шестых. Я хочу обратить ваше внимание на знаменатель 12, 8, 6. Давайте вспомним, что у этих чисел мы можем найти наименьшее общее кратное. Это будет являться число 24. Возьмем обе части уравнения, согласно нашему утверждению, умножим на одно и то же число, в данном случае на 24. Получим, 24 умноженное на левую часть должно равняться 24 умноженную на правую часть уравнения. Обязательно надо обе части уравнения умножать на одно и то же число. Тогда, применяя распределительный закон умножения, мы с вами получаем 24 умноженное на x делить на 12 минус 24 умноженное на x делить на 8 должно равняться 24 умноженное на 7 делить на 6. При выполнении умножения мы можем сократить 24 и 12 во втором выражении 24 и 8. Тогда мы с вами получим 2x минус 3x должно равняться В правой части 24 и 6 сокращаем, на 6 получаем 4 умноженное на 7, это 28, минус х должно равняться 28, значит х будет равно, мы 28 должны разделить на минус 1, значит х должно равняться минус 28, значит корень этого уравнения минус 28. Давайте посмотрим, пожалуйста, на второе уравнение и решим его с вами на доске. Нам предлагается решить уравнение 13х делить на 21 плюс 9х делить на 14 равняется минус 1. Хочу обратить ваше внимание на знаменатели 21 и 14, наименьшее общее кратное у этих чисел 42, обе части этого уравнения давайте умножим на число 42. Еще раз хочу обратить внимание, что умножать вы должны обе части уравнения, и левую, и правую часть. Выполняем с вами раскрытие скобок, то есть упрощаем уравнение. В правой части мы можем посчитать. Если мы будем выполнять умножение, то мы заметим, что 42 и 21 можно сократить на 21, тогда останется 2 умноженное на 13х, плюс, точечно, также 42 и 14 можем сократить на 14, 3 умноженное на 9х. Выполняем сначала произведение 26х плюс 27х должно равняться минус 42. Чтобы найти х, мы должны минус 42 разделить на 53. Ответ мы можем записать с вами в виде обыкновенной дроби. Минус 42, 53. Это дробь несократимая. Значит, ответом к корням уравнения является число минус 42, 53. Таким образом, сегодня мы на уроке с вами рассмотрели еще один вид уравнений. И чтобы подвести итог, хочется снова обратить ваше внимание на основные свойства, которые мы применяем при решении уравнений. Их вам нужно обязательно выучить. Если к обеим частям данного уравнения прибавить или вычесть одно и то же число, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и данные. Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и данные. Ну и если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом знаку, слагаемый на противоположный, то получим уравнение, имеющее те же корни, что и данные исходные уравнения. Чтобы закрепить материал, я предлагаю вам выполнить домашнее задание. Если вы обучаетесь по учебнику математика 6 класса, автор Никольский, то, пожалуйста, прочитайте пункт 3.9 и выполните номера 1164, буква Е, 1175, буква А. Если вы обучаетесь по учебнику математика 6 класса, автор Мерзляк, то прочитайте, пожалуйста, параграф 41 и выполните номера 1154 под цифрой 2, 1156 под цифрой 2. Обязательно, ребята, выучите основные свойства уравнения. Я вам желаю успехов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!